Говорят, что история Геральдики уходит корнями в глубокую древность. В Вавилонии, в Персии, в Египте, а потом в Греции и в Риме символические знаки, напоминающие более поздние гербы, украшали персни. Их рисовали на воинских знаменах и личном оружии. А вот уже в XI-XIII веках у рыцарей-крестоносцев появились гербы, более приближенные к нашему сегодняшнему пониманию. Правда, каждый из таких гербов, как правило, принадлежал одному человеку и передавался по наследству. Различным образом державы свои украсили гербы. Вот леопард, орел одвуглавый и лев, встающий на дыбы. Таков обычай был старинный, чтобы с государственных гербов грозил соседям лик звериный, оскалом всех своих зубов. Сегодня мы с вами поговорим о рождении Самарского герба. Но прежде следует сказать о том, что появился он на свет не сразу, а его рождению предшествовала долгая геральдическая история, которая началась в 1672 году. Именно тогда, когда возник первый русский гербовник. В нем значилось 33 герба разных царств, земель и княжеств. А почти каждый последующий русский правитель вносил в него новые гербы. Хорошо известно, например, с какой страстью относился к созданию отличительных знаков Петр I. При нем в России установилась традиция чеканки наградных знаков и медалей, увенчивающих доблесть русской армии. Сам Петр тоже приложил руку к сочинению гербов в прямом смысле этого слова. Начертав, например, герб Архангельска. Воин поражал копьем змея, как и русская армия, которая всегда поражала своих врагов. Именно при Петре I в России возникло и специальное учреждение, геральдмейстерская контора, которая строго следила за тем, чтобы каждому новоявленному городу был присвоен свой герб. Для этого контора запрашивала у городов сведения о том, чем занимается население, какова история того или иного места. Все эти сведения символически отражались на гербах. Так, на гербе Тулы был изображен ружейный ствол. На гербе города Дмитрова чайник и чашка. А вот на гербе Сингелея две большущие тыквы, которые означали изобилие сего родоплода на сингелеевских огородах. Соответственно, когда на карте страны появился город Ставрополь, где жили крещеные калмыки, геральдмейстерская контора предложила три варианта герба нового города, из которых Сенат отобрал один. И гербом Ставрополя стал красный крест на золотом поле и два черные копья, скрещенные наподобие Андреева креста. Представляет любопытство анкета, разработанная приглашенным Петром Первым в геральдмейстерскую контору Франциском Санти, с которым российский император познакомился в Амстердаме. Это Санти считал, что герб города должен отразить его хозяйственную деятельность, место в политической жизни государства, территориальные, природные и исторические особенности. Первым пунктом этой анкеты, например, значилось следующее. Сколь давно, от какого случая или причины тот город построен? Каменные, деревянные или земляные в нем укрепления? И каким именем он назван? Которых языков и в тех языках те речения не знаменуют для чего? Что касается Самары, то свой первый герб она получила при Петре I в 1708 году. А вот новое рождение самарского герба произошло во второй половине XVIII века, когда создавались гербы городов Симбирского наместничества. В его состав вошла и Самара, получившая статус города, и утвержденной императрицей Екатериной II герб, в прежнем виде, на котором была изображена дикая коза, стоящая на зеленом поле. Как утверждали впоследствии историки, геральтмейстер Волков, для фантазии которого вдруг открылось обильное поприще, сочинял эти гербы десятками за один присест. Золотые и лазуревые щиты, самые разные остатки древности и предметы местных ремесел выходили из-под его пера навеки, обретая статус символов. Не всегда понятных, но всегда с восторгом встречаемых современниками. Не приходится сомневаться и в том, что с не меньшим восторгом, чем во всех прочих случаях, была встречена современниками и белая самарская коза, по-видимому, напоминавшая о существовавших когда-то здесь стадах сайгаков, впоследствии исчезнувших. Но, как бы то ни было, утвержденная рукой императорского величества, самарская коза отныне должна была употребляться во всех городских делах, тщательно следя за соблюдением порядка и всех тонкостей закона. К слову сказать, министр внутренних дел Российской империи Лев Перовский, брат генерал-губернатора Симбирского наместничества, в ведении которого находился и Самарский уезд тоже, уже в XIX веке, накануне образования Самарской губернии, предложил свой вариант самарского герба. Голубой щит, разделенный серебряным крестом, который символизировал слияние рек Волги и Самары. Кроме этого, в верхней части щита размещался рог изобилия, из которого сыпались золотые монеты. А во всех остальных по одному снопу пшеницы, главного предмета волжского богатства. Но самарская коза победила и не захотела уступить место ни хлебу, ни зрелищам. Дикая белая коза на голубом поле когда-то украшала многие казенные здания Старой Самары. А вот в советские годы увидеть ее можно было нечасто, но на здании пожарной части на улице Чернореченской и на здании, которое когда-то снимал поземельный крестьянский банк, коза почему-то осталась. Много позже прежний самарский герб был постановлен на здании бывшей губернской земской управы, на здании театра драмы. Правда, в последнем случае, по площности реставраторов, на театральном здании оказался запечатлен горный козел с длинными загнутыми рогами, которых на самарских землях никогда не водилось. Да, дикая белая коза не захотела уступить место на самарском гербе рогу изобилия и снопам пшеницы. Правительствующий сенат счел неуместным столь решительные изменения, которые предлагал ввести министр внутренних дел империи Лев Перовский. Однако, спустя несколько лет, самарский герб все-таки изменился, хотя и не так кардинально. По требованию императора Николая I, новый глава Геральдической комиссии, барон Кене, пересмотрел все губернские и городские гербы империи, в том числе и герб самарской губернии, украсив его короной и обрамляющими его дубовыми листьями с андреевской лентой. Именно в это время самарская городская белая коза неожиданно для себя вдруг превратилась в губернского серебристого козла с золотыми рогами, червленными глазами, языком и черными копытами. Аналогично тому, как в природе самец обычно выше и стройнее самки, было подчеркнуто превосходство губернского статуса Самары над городским. Итак, отныне город Самара и Самара губернская будут отличаться не только административным устройством и бюджетом, но и полом животного, изображенного на гербе. Плюс, конечно, корона Российской империи, о которой 20-е столетие будет узнавать совсем не из Геральдики, а из одноименного приключенческого фильма. А вместе с тем, с городских улиц и общественных зданий, украшенных гербами, исчезли и самарская белая коза, и губернский серебристый козел. Как говорится, польза от них теперь казалась сомнительной, а вред очевидным. И только спустя многие десятилетия гербы Самары вернулись на свои законные места. Процесс возрождения Геральдики на позднем советском пространстве начался в 80-е годы прошлого века. В середине 80-х газета «Правда» сообщила о том, что в 400 городах созданы свои памятные знаки, утвержденные местными советами депутатов. Свой символический знак получил к своему 400-летию и город Куйбышев, а автором этого знака стал архитектор Ляпин. Именно этот знак украсил с этого времени многие рекламные проспекты и сувенирные изделия, попытавшись вытеснить из исторической памяти и козу, и козла с золотыми рогами вместе взятых. В центре нового куйбышевского герба находился ореол, в правой части которого был расположен фрагмент шестерни, а в левой – пшеничный колос. При этом шестеренка символизировала развитие промышленности Куйбышева, а пшеничный колос – успехи сельского хозяйства. В центре ореола без труда угадывались контуры монумента славы, символизировавшего победу труда, мира и разума. В нижней части можно было видеть Волгу, Тружницу и одну из главных водных артерий страны. А вот в самом низу ореола помещалось изображение того, старого самарского герба. Что касается цветов куйбышевского герба, то здесь было и золото ореола, и темно-красное поле, и серебро, и лазурь, которые символизировали чистоту, мужество, трудолюбие, еще многое другое. Впрочем, этот герб прожил совсем недолго. Совсем скоро пришли другие времена и вернули на свои законные места прежние гербы города и области, потеснив и шестеренку, и пшеничный колос. Мы не грозим другим народам, но бережем просторный дом, где место есть под небосводом, всему живущему трудом. С вами был Михаил Перепелкин.